Ты! Ты бросил меня умирать на поле боя! Всё равно, что своими руками убил, но я выжил. И я поклялся свести с тобой счёты! Я так и знал, что ты служишь эльфийскому прихвостню! Вот так вот. А в это смотришь Перпетус Плэй. Меня зовут Саша. Играем в Средиземье. Тени войны. Та ли он в Мёртвом Городе? Потому что сейчас будет турнир. Первый, на минуточку, смешанный турнир. Что имеется в виду? Это значит, что сегодня истребители будут лупашить берсерков. Ну или наоборот. Как кому повезёт. И это противостояние ещё больше усилит тот факт, что у истребителей будет проклятое оружие, а берсерков огненное, горящее. Посмотрим, кто кого. Сразу скажу наперёд. Тех ребят, которые я точно знаю, что имбические, я не ставил. Поэтому шансы равны 50 на 50. И очень важный факт. Если тебе нравятся, если тебе нравятся турниры, естественно, потому что я специфический такой форматец в Средиземье, если они тебе нравятся, если ты хочешь их видеть чаще, дай мне об этом знать. Комментариями. Либо намного проще. Лайком. Если это видос набирает дохрена лайков, я понимаю, что тебе хочется больше таких вот ивентов. И я тебе их сделаю. Ноу проблем. Просто я знаю, что не всем это нравится. Поэтому надо уточнить, чтобы это не приедалось одно и то же. А мы отправляемся. И да, кстати, должен заметить, что я тут зарезервировал одно местечко. Вот это. Под всякую неожиданную хрень, которая может припереться сейчас прямо из Серегоста и сказать Таллиону. Ну чё? Я за тобой искал тебя, по всем горам тебя гонял. Вот здесь нашёл. И да, есть две заглушки, которые я никак не могу брать. Потому что это телохранители вот этих ребят. А выйти на них я не могу. Потому что это всадники апокалипсиса. Потому что их здесь не будет не должно. Потому что разработчики такие молодцы. Потому что всё они делают классно. Естественно, в кавычках. Ну посмотрим. Посмотрим. Сейчас пока Таллион доберётся до места. Скорее всего, кто-то примкнёт к нам. А если нет, то есть у меня на примете один дядя, которого я поставлю туда. Потому что по факту берсерков на одну морду меньше. Ну, надо было чё-то решать, да? Пошёл отсюда! Ладно, парни, всё. Я думал с вами повозиться, но, наверное, не будем. Ой-ой-ой. А я смотрю, магия Мордора прям с порога начинает. Решила удивить. Не каким-то там оркам, которые ищет Таллиона, а кое-чем иным. Так, где-то здесь у нас точка, по-моему, была. Вроде никто не собирается приходить, поэтому можно элементарно занять место. Скажем так. Вот и сделаем это. Есть на примете дядя. Есть. Один такой. И я пересмотрел кучу раз. Кучу, мать его, раз. Всех здесь. Каждого орка до единого. Всех. Нету. Нету, Гриша. Разрушителя. Печаль, беда. Его поглотила магия Мордора в процессе перевода, скажем так, из вражеских галер в наше. Ну, вот так вот вышло. К сожалению. Я бы с таким удовольствием посмотрел бы, как он там сражается. Во. Падающий. Надо будет ему сейчас поменять оружие, но ничего страшного. Поменяю. Я, кстати, признаюсь, не заглядывал. И понятия не имею, что у них. Кто-то может быть имбой. Но я же говорю, я не ставил тех ребят, таких, например, как багажнец, которые сто процентов знают, что он достаточно имбовый, чтобы его ставить сюда. Так. Тебе, значит, дадим огня. И вперед. И не важно, что там у тебя, да. Справа. Берсерки. Слева. Истребители. Я сразу скажу. Не будет такого, что вот, я выбираю какого-нибудь щитовика и фигачиваю против щитовика истребителя. Ну, и с берсерком. Нет. Нет, нет, нет. Потому что так не работает. Так не работает сетевая арена, поэтому и так не работает вот здесь, в наших турнирах. Потому что должно хотя бы немножко соответствовать. если мы с тобой хотим увидеть чемпиона вот этого турнира на сетевой арене победителем хотя бы двух-трех поединков. Если не хотим, то можно вообще это ничего не затевать. Ну, такое. И так. А начнем, пожалуй, с красивых. С вот этого парня и вот этого. У этого слева бойца по виду, по внешнему сразу можно понять, что кукушка улетела в теплые края, а у башни, ну, у башни, в принципе, там беда с головой. О, промахнулся на одну все-таки. Поэтому такое дело. Они друг друга стоят. А беда с головой, потому что посмотрите, что он с собой сделал. Сам. Лично. И уши сбрил. Вообще аж больной. Ну, не буду говорить, на кого я ставлю, потому что я ни на кого не ставлю. Я реально хочу посмотреть, кто сильнее. Что сильнее. Кому повезет. Но где же? Где оно? Где? Я не знаю, где оно. Может быть, в следующем поединке. А может быть, ты до него не доживешь. Потому что бросил вызов башне. Ну, как бросил вызов? Пришлось бросить вызов, потому что судьба злодейка. Смотри-ка, они сейчас хорошо идут. Но башня вырывается вперед. Их разделяет толпа. Понятно, парни оба, в принципе, хороши. Но башня проводит удар, который... Прием, который ничего не дает, по сути. А потом проводит прием, который очень даже дает. Но его как последнего ишака гнает обычный орк. И контролирует при этом. Контролирует. Ты посмотри. Но нет. Подожди, он сбил атаку? Или как? Что это такое? Он его контролирует или он его троллирует? Я не могу понять. Но башня-то крутится, вертится, а? Акишар голубой. Что там делают кстати, аллоги башенные? Непонятно. Один аллог со вторым, который мертвый. Что он там делает? А? Очень странно. Но башня завалил хранителя карт. Невзирая на щит. Ну, не каждый щит не щит, скажем так. Что там делали? Аллоги? Я до сих пор не могу въехать. Их уже заменили. Там грауги сидят. Очень странно. И не только аллоги себя там странно вели. Парни друг на друга смотрели. Обычно магия Мордора отключает мозг А, ну да, ну да. Поймал себя сразу на мысли. Обычно магия Мордора отключает мозг моему бойцу на сетевой арене. А тут-то оба мои были. Кому же отключать? Подтанцовки. Конечно. Что же такое было с тобой не так? Почему ты проиграл? Тут нет никаких причин. Он помимо этого был еще и огнестойкий. И вообще было все здесь зашибись. Он не разъярялся. Это тоже помогает. В принципе здесь классический набор. А тут у него была убийственная контратака и мастер ядов. Да, да, возможно если было бы толстокожесть или что-то такое возможно но я же говорю я им ничего не настраивал поэтому вот как есть как есть а давай вот эти парни просто потому что рядом стоят да и они кстати похожи этот свет а этот тьма но на самом деле не очень но все же понеслась я за отродье просто потому что отродье отродье оно грязное ну серьезно не потому что персерк потому что отродье грязное такое страшное арчилище но вообще они похожи как есть что-то такое хотя они еще оба с топорами ну давай окей конечно ну давай как хорошо то полетели топоры а да ты посмотри что творит а ты посмотри что он делает я конечно все понимаю но это прямо уничтожение уничтожение ну мне кажется рано еще делать выводы из разряда вот игра в одни ворота рановато хотя конечно фаворит намечается да ну давай посмотрим может быть просто опять опять что-то пошло не так у этого парня даже толсто жопости не было ну как что-то судьба злодейка естественно у него было изнеможение но до этого по сути не дошло поэтому не это стало причиной его смерти он опять был огнестойкий не было шансов разъявиться я так понимаю тройной удар ну нормально мастер проклятий и мастер ядов с проклятым оружием пока что в большей степени проигрывают не столько истребители сколько проклятие и отсутствие нормальных перков но что поделаешь что поделаешь так а давай-ка кого-нибудь кого-нибудь сведем по принципу неравенства да а давай вот вот этого парня да блин ты издеваешься да надо мной вот этого вот с этим он тут думал сбоку припёку стоит и чё его незаметно заметно вождь краснокожих вышел на его след чё узнаем сможет ли он этот след осилить да посмотри как он выглядит просто хотя этот тоже по-своему но я золотистости вот эти вот не люблю между прочим гриша тот о котором я говорил выглядел так же но только не золотистый он был нормальный ладно начали я закрывал красных парней кстати в любую секунду может придать у него вообще талионских каких-то отметин нету синих как ворвался то да золотистый как ворвался и как получил два раза ну ладно это ничего не значит а вот это вот может значить кое-что можно немножко мне о посмотри как ведет себя и даже без разъярения вот не чтобы на сетевой арене такой спам устроить это все попало в щит что ли я не понял ну ладно давай между прочим редкий экземпляр с двумя мечами нет согласен теперь это начинает походить на игру в одни ворота ну давай сделаем иначе давай чтобы вот прям не было никаких сомнений найдем щитовика истребителя и направим его на берсерка ищет еще раз вообще-то такое уже было только что ну ладно пока что левая команда не сына какая-то левая запуганный ну тарца мозгоеда вроде не было здесь все было в порядке он был опять-таки огнестойкий мог даже разъяриться но вообще-то не мог не особо тут классика и у него была толстожопость а также убийственная контратака которую я никак бы не поменял даже если его очень сильно захотел поэтому он был максимально хорош как для истребителя с топорами ха ну опять-таки давай давай сделаем во как вот этот дядька попытается надрать зад кому а вот тарцу мозгоеду почему бы нет он же не боится его не может быть такого что два боятся одного или может поможет или не может да не может давай это это не так не ребят вернитесь на исходную пожалуйста я я психонус так давай вот так теперь вы меня поняли да ребят а а то они так что такое было бы здорово тут просто как бы включается пошаговый режим но было бы здорово если бы берсерки бы накинулись на истребителя истребительно берсерка и замолотили просто потому что тут я более-менее по серединке поделил карту скажем так нашу но вот сейчас мы выясним то чего стоит или нет ну потому что хрен его поймешь да посмотрим я рассчитываю на первую победу истребители но просто чтобы как бы справедливость восторг хотя опять-таки можно будет сделать скидку на то что у них в руках было бесполезное говно которое очень-очень многие люди отказываются признавать бесполезным говном конечно же я говорю о проклятии хотя они оба на торговле ой прости на прокладку на ненужной прокладке на бесполезную пардон на предохранители кончен они уже почти минуту здесь на нем на ней красиво а дальше что приходишь в себя после телепортации ну да ну да о а вот это блин жаль я надеюсь закончится это только смертью карагора но не факт а с другой стороны разъяренный берсерк против щитовика это это не очень хорошая комбинация для берсерка но он пробивается посмотри он прям понемножку пробивается но другое дело что истребитель его ловит и судя по тому как долго у него ярость уже включена во первых она у него выше а во вторых он немножко мажет ну как немножко тупо в упор мажет и даже в щит не попадает что очень странно а ярость прям высшая тотальная все короче он не придет в себя да в этом бою больше никогда что в принципе может не помешать ему выиграть но он мажет вообще что ли как это так это мне напоминает дьявола блин с шансом попадания когда ты понимаешь что в упор в упор сука мажешь ну вот 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 уже не игра в одни ворота но помимо высшей ярости которая у него стопудово есть что же у него было еще первая жертва персерк но норм практически идеально ну да бесила его много чего лучше бы у него была огромная сила возможно бы выиграл хотя не факт как его знают ладно давай-ка обратимся к самым слабым звеньям среди персерков вот к этим ребятам кошмарный урхеку отправляется сражаться с мстителем истребителем остался мне этот пробел я не знаю спроси меня почему я его жму я не знаю почему я его жму просто жму и все блин вернулись мне будет так проще потом давайте мы сражаемся ребят мы здесь не рокировку устраиваем а сражаемся рокировка была до этого так очень бы хотелось чтобы аллог победил просто потому что это аллог но если честно я их специально много потому и не ставил потому что сдается мне что шансов 0 более это мой любимчик с этим сам и судя по всему магия мордора мне в этом подсадить с другой стороны мало ли опа включилась разгирение а ведь оно может закончиться ошеломлением если вдруг изнеможение есть аллога почти троечку провернул но не успел только не успел ты посмотри посмотри ну все сейчас его будет ловить постоянно щитом ты смотри а нет все-таки прошло значит высшего разгирения уже как минимум нет и это хорошо ты посмотри это дает ему шанс а это так тем более особенно если он повторит это еще несколько раз кажется он решил наказать пара олимпийца но истребитель тоже может развеяться даже нет не может потому что это превратилось спам это бесполезная хрен но ладно пусть будет и истребитель начал драть вот так это работает он решил на бесполезной херни выехать но по-моему он зря это делает ребят серьезно а мы решили сравняться значит да у тебя еще мозги вырубились а лок ты че знаешь это из разряда магия мордора меня просто наказала ты хотел спам говорит она на а он все равно у тебя проиграет понимаешь потому что она просто выключила ему мозг в какой-то момент после третьего удара вот этого спамерского все у него тупо выключился мозг он перестал делать какие-то рациональные маломайские вещи но это же цирк я прям ну как это вообще нахрен работает а тупо боль она мне говорит тем этим самым что да хрен там даже спамер твой не победят никого даже твоих собственных орков да блин кстати уже чистить начали дворник приперся ну допустим он еще и был неюзинг проклятия на минуточку да то есть серьезно мать твою как так как он просрал вообще все я блин не знаю серьезно ладно 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 так а знаешь что давай попробуем большого ушака или нет выжигателя супротив какое подкрепление ты что такое придумал супротив следопытов убийцы давай давай как бы более-менее равные шансы а с другой стороны фиг его знает от очень многих факторов это зависит и они могут спокойно вообще сейчас выдать какой-то непредсказуемый результат разряда из разряда шрак моя рожа твоя тебя бесит да ну что шрак бесит рожа его нет но карагором топтать будем да снимите вы уже орка с предохранителя а а у кого-то явно неуязвимость к этим звериным атакам зверьёж маёж блин ну и всё того мозг выключился этот в телепорт ударился потом круг почёта и дальше топтать карагором бесполезно класс рестлинг устроили вот в прямом смысле прям прям всё ради красоты и этот удар тоже вообще ничего не наносит вообще ничего щитовику а вот это было неплохо кстати это вот истребитель сделал неплохо но берсерк лечит лечится и орёт и ещё больше лечится за счёт вот этого удара по своим же в том числе опять ненужная хрень ну давай истребитель подключайся нет этот дважды промазал дважды из трёх ударов он промазал нифига себе он даже не успел упасть этот уже ударил муски ого как ты сравнялся быстро нифрена себе ты посмотри как убийцу следопытов то убивают но он чуть-чуть восполнил себе жизнь ну прям чуть-чуть потому что урона много не нанесешь этим дерьмом а тут кажется все было в щит это абсолютно бесполезная хренатень и вообще-то они идут почти шли очень ровненько но потом берсерк разгирился и вот теперь может даже сдохнуть да ладно нет чудом он пробил все-таки щит хотя у самого жизни было даже не то что на один удар на казнь его в принципе спасло разъярение может и правда убийца следопытов а так а у выжигателя было это не важно это тоже все не важно он был огнестой они серьезно я не подбирал и тем более я не могу дать этой херни как так у них у всех было было огнестой лейкость замораживание бесит понятно да быть может была бы у него огромная сила он бы вытащил этот поединок быть может ладно давай сделаем дадим шансов немножко о ложке да сделаем вот так может быть просто может быть а ложка победит не так будет плачевно все как в прошлый раз в прошлом бою аллога противорка но захватчик подкупает такой стильный практически горит я очень на это надеюсь падальщик нет но когда свои же начинают хренобачить его в спину это очень классно аллоги мать его а он как ни в чем не бывало одного с другим валит пацанов с разрешен я лет фальсирует на них топчет их как хочешь а в это время истребитель делает свое дело правильно и снял больше половины жизни поздновато ты думал хотя вот вот мне этим надо ну тут уже хрен его знает серьезно блин ну просто ну серьезно нахрен то есть я не знаю что максимально дерьмовая логия у меня просто вот только дерьмо самое дно днищенского дна нет ну я я сейчас это что кармическая справедливость да уж это то о чем я хотел сказать у этого просто истребитель жизни практически не было но твою ж мать что было у алога дай глянуть что было у алога вот вот вообще у него уязвимостей каких-то не было против конкретно того орка вот не было более того он был неуязвим к проклятию у него даже была толстокожесть как так а он должен был выиграть ну должен был просто выиграть за счет разъярения уж даже ладно хорошо а что же было у тебя тогда а этот даже был уязвим к огню огромная сила могучий дикарит да блин да он должен был проиграть серьезно ну это цирк просто ладно ребят ладно надо по второму кругу пускать ну давай так сделаем ампутатор против башни ну башня это не щитовик но хрен его знает ампутирует только так если что или нет парни ничего придумали там что за себе вот это вот ходит с факелом среди бела дня ну давай башня давай посмотрим какая ты во втором бою может там просто свезло исключительно это я о боли знаю больше чем ты себе даже можешь представить потому что средиземье это боль сквозь слезы хотя порой и сквозь слезы радости ну начинается опа а тут разъярение на разъярение еще и карагор диверсион диверсион серьезно серьезно ну прямо знаешь ампутатор там вообще-то пытался как-то отплевываться но его башня просто захерачила очень быстро опять 5 огнестойкостей ну понятно то что он разве разъярился все дела и вот тут уже нельзя сказать что я каких-то имбовых выставляю тем нет толстожопость огромная сила тут по факту дело либо в том что он с проклятым оружием говеным но скорее всего нет либо в том что он истребитель истребители под разъярением не умеют так себя четко вести как берсерки все сводится к этому ладно давай знаешь как сделаем чуть-чуть хотя бы уравняем серьезно у меня два убийца следопыта а а я навожу сюда постоянно убийца следопыта хорошо давайте наземного убийца следопытов отправим на ушака большого дался мне этот пробел а что-то не то с ним сегодня серьезно подкрепление ты мать твою издеваешься какое нахрен подкрепление алло поменяем все во-первых местами во-вторых просто напади на него из-за деревьев если получится а то мало ли это не тот убийца психопатов поэтому шансы есть а с другой стороны может быть еще круче ну давай я за большого просто потому что как бы за угнетеных за угнетеных да и убийца следопытов начнешь крошить на талию на батон как только завидит его поэтому джон 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 истребитель тем временем нанес очень даже неплохих ударчиков серию вторую только что но берсерк восстанавливает себе жизнь очень неплохо прямо замечательно а с другой стороны у истребителя явно огромная сила я вот это уже прям вижу интересная комбо было с карагором не поймешь кто чей просто в такие моменты ну ладно давай же пни его вот вот это другое дело с другой стороны если разъярится берсерк а вот сейчас вот может прям а он это и сделал то хрен знает чем это кончится что реально забодает так как ты мог этот провернуть ты же знаешь что не действуют такие моменты по идее проклятие по идее проклятие сработало по это веке но сейчас посмотрим там явно будет отсутствие неуязвимости к проклятию так ну истребители кое-что могут да уже он был бракованный этот убийца следопыток да на атаке особой уязвимости к проклятию не было а у него ноль неуязвимости ну значит как бы средний статистический урон от этого проклятия ему наносился ладно 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 а что было еще огромная сила была защита от огня бесполезная но что ж поделаешь что поделаешь такова судьба судьбина ладно а давайте ка отродье отправиться и попробует помериться силой с бесстыжем отродье я сейчас смотрю отордаль приоткрытым ртом вообще такое ощущение что знаешь под какими-то тяжелыми психотропными препаратами в дурке стоит смотрит в окно и то нет не даже не в окно в окно это еще более-менее осмысленно в стену просто просто в стенку такой знаешь шизик на препаратах ну парни хороши друг друга стоит я знал что ты скажешь именно я знал я надеюсь победит сильнейший реально сильнейший истребитель начал с троечки здесь топоры против мечей огонь против проклятия берсерк против истребителя противостояния пека и в принципе они сравнялись а теперь разравнялись а теперь вновь сравнялись камера опять переключилась на макросъемку сделать с этим ничего нельзя а как-то он разъяренный бросил топоры они же под разъярением не бросают топоры я даже не успел заметить как он его убил но эта грязная рожа очень даже может ну ладно а что ж было то такое у бесстышки бесстыжего тут все в норм огнестойкость была это прям тренд сезона у истребителей просто жопость была ну скорее всего могучие твари его погубили да вот скорее всего ладно ладно ну давай попробуем все еще по щитовикам пройтись да давай в принципе истребителей то двое осталось персерков вдвое больше и скорее всего только потому что я а логов решил поставить в персерке ну просто потому что истребителей а логов нет хотя знаешь для а лога истребитель класс да и звание мне кажется подходит просто на ура но не для этих конкретных эти конкретные а логи прям ни хрена не могут я за орка с топором все таки да куда там тебе уже помогать хотят тебя же даже и не убили ну давайте снимайте его нахрен с этого долбанного карагора какого хрена тянуть 20 секунд уже и так прошло ес локальная победа и карагора начали насиловать всем племенем просто ты посмотри он и сдох в муках попытался попытался сыграть роль отвлекающего маневра того самого засланного карагора диверсионного но не вышло и тут мы наблюдаем избиение избиение истребителя но с другой стороны не так то и просто истребителя истребить учитывая что он топориками модными разбрасывается и второй раз попал не двумя так одним точно и это заметно так ну парни на подписку берсерку закончились единственная подпитка может быть у него от этого истребителя поэтому сейчас закричит до смерти он же крикнул разы три но истребитель явно с огромной силой закричал таки и включил психоз какой-то просто вот знаешь психоз не напоминает вот мне mortal kombat когда ты знаешь два приема и только ими пользуешься два сука приема и вот только ими пользуешься да рыжий оказался рыжий но за счет чего же он победил за счет собственно силы или за счет бессилия этого орка все-таки здесь уязвимость к огню была это первый истребитель с этим дерьмом хотя не сказал бы что он от огня и помер но прямо из-за него и толстая жопость была и убийственная контратака была ну такое вот в чем печаль и беда вот этих вот высших перков которые направлены только на талион это несправедливое дерьмо оно не действует никак на орков тут должна была быть такая косая линия и за ней какой-то перк хотя бы маломальски оказывающий хоть какое-то влияние на орков именно на орков потому что по факту этот высший перк бесполезная дрянь если орк не дерется с талион ладно сейчас мы выясним реально ли сильна башня или это просто были слабаки какое подкрепление успокойся с ним нет я просто промахнулся ну постой постой просто промахнулся так давай это еще они все на одну кнопку сделали молодцы но с другой стороны я сам не винов не поменял так что виноват нула встал и встал ну я не знаю даже башни надо сильно постараться со своим разъярением победить этого щитовика очень сильно с другой стороны скорее всего у него это получится но не факт летят топоры но они летят мимо это тот самый случай когда сраные топоры летят мимо и башня уже начала делать то что она делает лучше всего выметать и лупаш и кричать но это досраки конечно это ты не на того орка напал с вот этими подходами с другой стороны он прервал прервал прием истребителя и дал нанести себе последний удар ты посмотри как хорошо ведет себя ха-ха ну вот так вот да хотя слабенько явно огромная сила здесь нет но по моему должно было быть покрепче с другой стороны большого большого мозгов нет слушай я не знаю что с его логами но они ведут себя крайне странно именно у него прям крайне странно я даже не знаю с чем связано все же так ну что перерезал горло мы все видели все видели ну в общем можно сказать что истребителей победила башня очень многих истребителей победила башня тоже было у большого то легкая мишень а уязвимы для огня не было неуязвимы проклятие вот понимаешь вот тот самый случай когда я думаю что возможно если бы у него была толстожопость он бы выиграл нету толстожопости есть огромная сила он проиграл а с другой стороны я то же самое мог бы сказать если бы у него была толстокожесть и он бы с ней продул я бы то же самое насчет огромной силы сказал они как бы уравнивают шансы орку выиграть только когда они вдвоем прибывают сразу же но между прочим между прочим он был на минуточку да мастером проклятий что говорит мне о том что ну досраки эти все проклятия ладно давай определимся кто у нас самый топовый берсерк для этого мерзкое отродье сразится с башней и они выяснят кто из них мать его просто круче потому что гулять то гулять а ну-ка давай давай я рассчитываю что все таки башня ну потому что он чуть-чуть красивее выглядит несмотря на свои конченые приколы со своей башни броню и башню к тому же это поделать мы все знаем хотя отродье тоже очень хорошо себя ведет но башня начала быстрее к тому же у отродья воруют его орки хлеб скажем так жизнь а отродье вроде неплохо себя ведет на башне прям получше смотри что творит а вот этот вот пацан прямо делает свою работу на все 200 он сбил уже два раза башню с ног но они практически сравнялись а это уже не факт что тот тот же самый итак башня разъярилась но это было поздно победила все таки мерзкая мразь а что было у башни вот что было у башни кстати он был не из-за импакт к проклятию только к нему как тоненько да это и у него была огромная сила и толстокожесть да ну по нему было видно судя по всему у того тоже да ну давай щитовики выяснят между собой они выяснят между собой мать его кто из них отправится на бой с мерзкой тварью убийца следопытов или рыжик я ставлю на рыжика больше он мне импонирует а потому что у убийцы следопытов конченая привычка сходить нахрен с ума порой когда то ли он близко и не приходить в себя давай рыжик давай жги хотя убийца следопытов тоже будет сжечь хочешь вы испытать себя лады ну так не только он хочет испытать себя я тоже хочу его испытать но это пока что не факт что получится потому что возможно против него этот не так-то и крут будет тоже истребителей здесь нет их в буквальном смысле истребили в этой локации пока пока они накопят сами или я их не поставлю ты посмотри всем люлямберсов выписал а ну до запугивания еще далековато а вот а вот зарубить мог бы если бы дуракань начал валять смотри-ка смотри-ка что включилось а аж странно да конечно же второй раз так не простит рыжик встал и убил его давай битвы убийцы следопытов оказался чуть-чуть быстрее ну блин да ладно вы издеваетесь ребят а рыжик все-таки нет нет они по-моему равны хотя колоть начали знатро знатно друг друга прямо на ура ну сейчас посмотрим если очень повезет разъярение на разъярение и все-таки победил рыжик и закрылся щитом в котором кстати торчат стрелы это приятно что тут стрелы торчат не только в орках но почему же так сдал позиции убийца солидопытов он был для яда и в общем то скрыт на атаке насилием большой урон это дало пачки а ко всему остальному он был невосприимчивым классика жанра и огромная сила а вот была бы толстокожесть да я бы сказал бы а вот было бы я бы сказал бы а вот была бы огромная сила такие дела ну что сейчас мы выясним кто из них самый лучший берсерк и самый удачливый неужели мерзкое трудье вот будет потеха он и так потешный орк достаточно а это будет вообще релесть но все-таки я за рыжего я за рыжего потому что он выглядит просто в разы лучше вот внешний вид сука решает давай рыжуха давай сдрючего да аржуха сейчас мне кажется его еще и до уши доведет да со своими пацанами раз два молодец конечно но это до лампочки щитовик вот это совершенно другое дело но мы наблюдаем по моему толстожопость толстожопость присутствует и посмотри а какая у них интересная эта стычка а как это а как он его отравил а я не понял такое вообще бывает это нормально как он отравил то и посмотри что творит я думал его так рыжий будет рассказывать но рыжий хоть и разъярился и все равно и все равно вроде придет посмотри насколько крут этот ворк нет ну давай заценим может быть там какие-то были нюансы определенные во первых я не понял чем отравлен был рыжий да он уязвим к огню это просто вот бичара конченый бич берсерков просто да не уязвим к проклятию это понятно ага толстожопости мастер огня ммм понятно мастер огня ты его и подставил да наверное по сути огонь не очень решает но лучше действовать чем проклятие по хорошему а вот сейчас мы посмотрим на перки победителя но здесь считать что было что не было так дальше идем огнестойкий нюансы проклятию он у него короче все были шансы победить да по вот этой ветке здесь он слетал с катушек часто да это факт и у него даже не было толстожопости у него был отряд элитных щитомордников ну не знаю тут нельзя однозначно сказать что толстожопость решает или не решает или решает огромная сила или не решает тут все очень шатко я прекрасно понимаю что отец в следующий раз пойдет он ну вот отец отродье в следующий раз пойдет он на сетевой арене вот хрен знает что с ним что ожидать не факт что он выиграет просто не факт и вообще хочешь ли ты чтобы он отправился на сетевой арену дай знать в комментариях вот хочешь ли ты чтобы он бежал вдоль ночных дорог босиком сбив ноги в кровь протер свои сандалии потому что по сути по сути он вытер сандалии обо всех с кем сражался жаль вот с этими парнями ничего не поделаешь кроме как отправить их на испытать удачу попытать удачу на обычной арене удачу даже не столько что попадутся им нормальные орки нет а может быть баг активизируется а очень бы хотелось на это надеяться потому что тогда это получается сетевая арена не на сетевой арене особенно когда приходят какие-то 85 уровни ребята блин и начинают качать права это вообще прям максимально круто но это опять же таки баг и хрен его так просто выловишь тут какой-то пацан с черными насечками его попробуют убить без стыжей давай без пацан явно с двойниками но он жалкий поэтому не факт бакенбарды этого орки заиграли новыми красками да да нет тут-то решает все настолько решает что он даже мимо головы голову взорвал лады это было слишком быстро а можно чуть-чуть чуть помедленнее кони да я понимаю блин ну нет шансов ну нету у него шансов если тот буквально с одной тройки помер его осталось только додушить то этот пацан еще быстрее загнется смотри просто не попал же получается да ушам да с двух ударов все ясно все с тобой понятно кстати ему идет быть мертвым внешне чисто визуально франкен орком быть он красивше стал серьезно ребят можно что-нибудь другое а ну давай хитрик сделай это все не верю что так просто мы этот баг он вот когда появится когда появится дворка претензия которая в принципе не может быть как-либо применимо к этому белому зомби потому как мозгу ну и парни вы запинаете его даже без этого без начальника своего не без начальника ничего не будет раз-два и все раз-два и отгружаем хорошо давай разок-другой попробуем о ложке дать шанс запустить необратимый процесс хотя очень даже обратимый но баг этот опряженный неплохой но хотя оглядываясь на то как магия морда наказывает моих факт как он был уровень прудом но перестань не шипит 56 классика даже этой бесполезной хренью он столько урона ну тут понятное дело что арбалетчика нет шансов но а с другой стороны возьмет часы за вспомнить вот этим ударом за речу творить а спас почти это все понятно и решать нет а что такое как он включился в бой да он начал спамить ну не знаю не знаю ломался по дороге а с другой стороны это толок горит мы знаем как но из-за того что зомби но он разъярился подумай что это за звук был такой строй будто паука разбожил об голову этого орка но не было не было ни шанса хотя он если честно поражался свирепо как и ливяра просто ну что кого-то хорошего подсунешь а давай если он будет 85 уровня то я очень буду рад корейша загасит налога в любом случае до шансов нет скорее всего а с другой стороны подождите как а как нету а он же сейчас может прям тупники включить да истребляет понемножку между прочим но это слишком понемножку мог бы и разъярение включить но серьезно я тебя уже похоронил а ты такое начинаешь делать нет увы увы бага нет ни хрена не получается его вызвать манипуляциями и такими ну такое дело печально что здесь сделали такие арены обычные 85 уровня не сделали это печально вспомним старые времена парни не подходить сюда пожалуйста ну давай теперь-то ты поймешь а знаешь что вытрезвитель его если выживет дам шанс милости прошу 1 2 3 4 приходит спаситель ты посмотри что гадюка делает прям так и просится на сетевую арену наверняка ты об этом ты бы его прикончил но да нет ты бросил меня умирать на поле боя все равно что своими руками убил я выжжу я поклялся свести с тобой счеты я так и знал что ты служишь эльфийскому прихвостню да правильно даже имею и произносить не будем скорпион еще истребитель и это вдруг внезапно руками магии мордора мать его возобновление турнира до типа подождите подождите на секундочку и знаешь что он будет в рамках дворового поединка потому что хотя это будет не очень справедливо нет нормально нормально я думал наталья она будет зариться нет они друг друга стоят смотри-ка ты посмотри что творит а может быть обманув смерть он реально стал круче а может быть и нет потому что когда летают огненные топоры ничего не может быть круче да ладно кончай его все на этот раз навсегда орг на подсосе но что поделаешь хотя вообще-то я был уверен что они не умирают не получают урон от топоров которые возвращаются или от чего он сдох он то горел знает вот эта арена вот это я понимаю один на один без говна просто вот один на один а давай посмотрим чё он там себе задумал ащи скорпион еще да нету и все вот как было так и осталось того света он принес себе только железную волю а вот это прикольно молодец ну я думаю я считаю что этого пацана надо точно отправить на сетевую арену как ты считаешь может ему подправить чего дать чего-то чего у него нету или забрать чего у него есть чтобы не так это было но он прям доказал что он и берсерков может захерачить и со счетами в том числе и истребителей а также конечно же ну как по мне полная несостоятельность проклятия на оружие доказано тем более что у некоторых ребят было даже проклятие с мастером проклятие сперком мастер проклятие но это уже как бы крайняя стадия да и когда она ничего не дает то ну кому с другой стороны конечно же может быть такие ребята нарывались на других ребят у которых была невосприимчивость проклятию но блин огонь хотя бы видно как ворк горит и видно что он бегает вот это вот объятый пламенем даже когда ему она чаще всего не наносит урона но такое дело я не знаю я просто утвердился в том что проклятие это конченое говно да никак все в порядке я пошутил ты по-прежнему у нас в фаворе в общем насчет него ты понимаешь в чем смысл а также если тебе понравилось это видео не забудь поставить лайк потому что она будет решающим в плане как скоро будет следующий турнир ну что опять таки я смотрю на твое взаимодействие если ты его не поддерживаешь лайком то в данном случае так как я это в начале видео озвучил я буду считать что ты не поддерживаешь именно турнир как формат скажем так и следующий будет ну не скоро там через несколько серий как минимум там 5 8 плюс минус чтобы не надоедало тем людям которым она не нравится вот так же если тебе нравится канал принципе игры которые есть на канале то тебя есть возможность поддержать его еще больше если у тебя такая возможность есть понимаешь игру слов да я надеюсь да поэтому ты можешь оформить спонсорскую подписку за что тебе респект уважение и бонусные видосы по субботам и по воскресеньям еженедельно а ребятам которые уже являются спонсорами канала огромное душевное спасибо это прям дорогого стоит прям вот помогает осознавать что не только те игрушки которые на канале вот фавория допустим тот же самый far cry тот же самый то же самое средиземье хочется людям посмотреть но и другие игры которые не столь удачливы в этом плане хотя вот допустим тот же самый far cry появился на основном канале именно из-за того что и я начал играть far cry в рамках бонусного контента который свою очередь не я даже предложил но мне понравился и совершенно другой там far cry совершенно вот прям скажем другой направленности но это стало знаешь таким триггером для меня чтобы начать far cry primal на всеобщее скажем так обозрение в общем на этом сегодня все большое спасибо за компанию и ба-бай спасибо за субтитры сделал DimaTorzok